МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите информационно-просветительскую программу Пензенской митрополии «Вопросы веры». Меня зовут Наталья Зыкова. Здравствуйте. Богослужение на английском языке впервые состоялось в Пензе в храме святого праведного Иоанна Кронштадтского на территории областной больницы имени Бурденко. Эта литургия прошла в рамках открывающегося при миссионерском отделе Пензенской епархии Международного культурного центра. И сегодня у нас в гостях сотрудник миссионерского отдела, священник Алексей Сергеев. Здравствуйте, батюшка. В начале беседы хотелось бы узнать, насколько вообще практика англоязычного богослужения распространена в России в храмах. Я думаю, в какой-то мере распространена по потребности. Здесь учатся более 500, наверное, иностранцев. Я вот даже сегодня узнал, 300 из них, или чуть более, около того, это индийцы, люди из Индии. Часть из них индусы, то есть исповедующие индуизм, часть католики. И поэтому, поскольку здесь целая такая, можно сказать, община индусов, индийцев, и очень много представителей других стран, Африки, например, из Нигерии, из Анголы, в арт-училище очень много учатся, из республики Чад, Судана, Иордании, и так далее, и так далее. Из Египта, Алжира, это те, кого я встретил на улице, приглашал к нам в центр. Поэтому здесь реальная потребность есть. Возможно, в городах, где университеты заключают договора с какими-то странами. Также есть эта потребность. И, возможно, это всё будет принимать такой более популярный масштаб в других епархиях. Ну, что именно будет представлять из себя Международный культурный центр? То есть чем он будет заниматься? В первую очередь, это, конечно, беседы с представителями других стран. Беседы о культуре России и их стран, какой-то такой, можно сказать, обмен опытом. Также намечены экскурсии, какие-то паломничества, возможно, даже по храмам экскурсии. Потому что представления у них очень мало о России. Это что-то новое. Представьте, вы окажетесь в другой стране, и это будет всё непонятно. Что здесь происходит. Поэтому необходимо их познакомить с нашей культурой, которая базируется, основана, конечно же, на православии. В первую очередь. Вся классическая литература, классическая музыка. Всё, что как-то возвышает Россию, это было дано ей именно христианством. Притом православие — это не русская религия, не французская, не филиппинская, не индийская. Хотя в этих странах везде есть православная церковь. Православие вне национальности. И, как говорит апостол Павел, уже нет ни эллина, ни иудея. Во Христе мы новое творение. Во Христе мы новая церковь, которая единая церковь, которая собрана из всех народов, не только из еврейского народа. И из остальных. Православная церковь есть везде, во всех странах. В той или иной степени представлена. В Америке, в Японии. Церковь, которая включает более 30 тысяч человек, православных верующих, таких же, как и мы. Поэтому, конечно же, знакомство с культурой будет проходить сквозь православие. Это неизбежно с русской культурой. Вы, наверное, выясняли в процессе работы над созданием центра, есть ли православные верующие иностранцы в Пенде среди тех людей, вот среди вашей целевой аудитории, если можно так назвать. Есть ли православные индусы? Православных индусов пока нет. Сегодня приходил на службу индиец из штата Гуджарат. Рикен его зовут. Он всю службу был, причем очень интересно. На службу они разуваются. В храме они без обуви стоят. Всю службу он был. И затем у нас была достаточно длительная беседа, где-то в течение полутора-двух часов, об отличии католичества от православия, о тех моментах, по которым пошла западная церковь и в результате оказалась вне того христианства, которое идет от самого Христа. И эти, можно сказать, два важнейшие пункта мы обсуждали, смотрели Писание на английском языке, что говорит Бог относительно того, может ли быть на этой земле его наместник, нужен ли вообще наместник. И второе относительно исхождение Святого Духа от Сына. Последний момент, как и первый, в принципе, также не основан на Писании. Поэтому, в общем-то, отличия коренные, радикальные. И далее мы посмотрели историю церкви, посмотрели, откуда идет протестантизм, как производная из католической церкви в 1517 году появляется. И, в общем-то, разъяснили многие вопросы. Этот индиец пришел первый раз, ему сказала о нашем центре его сестра, которую я также на улице встретил и рассказал о том, что у нас планируется, намечается, что мы будем действительно рады, очень рады, когда они придут и будут участвовать в жизни нашего центра. Спасибо, отец Алексей. Сейчас я предлагаю ненадолго прервать наш разговор и познакомиться с основными событиями из жизни Пензенской митрополии в нашей традиционной рубрике «Седмица». В Пензенской епархии молитвенно почтили память Иоанна Кочетовского, православного подвижника, скончавшегося 131 год назад. Торжество собрало в Каменском районе несколько сотен паломников, многие из которых уже получили помощь по молитвам к старцу. Службу пришлось совершать под открытым небом. Небольшой сельский храм не смог вместить и десятой части верующих. Организовали для гостей в селе и полевую кухню. Практически каждый, кто приехал сюда, может рассказать что-то о жизни старца. Иоанн Кочетовский рос тут. Еще есть предание, что в 26 лет, по-моему, если я не ошибаюсь, он собирал деньги. И эти деньги потом раздал погорельцам. Впервые богослужение в Кочетовке в день памяти блаженного Иоанна совершили трое архипасторей. После литургии они отслужили панихиду на могиле старца. Земляки ласково называют блаженного Иванушкой или Ванюшкой. После паломничества в Киев он принял на себя подвиг юродства. Жил с волками в лесу, но регулярно посещал богослужения, предсказывал пожары и другие бедствия. Наставлял на путь веры Христовой. Придрёк великое будущее юному Иоанну Оленевскому. Очень часто, особенно в Метели, Пургу, путник замечал человека, который брал лошадь за усцы и приводил её в нужное место. Этот человек был старец Иоанн. Из поколения в поколение передают рассказы о праведнике в семье Станислава Гордеева. Его прадед, племянник Иоанна Кочетовского, крестьянина Ивана Ивановича Поташова, как звали подвижника по документам. Тут до конца 50-х годов реально приходили паломники из других областей, из Мордовии, из Нижнего Новгорода. Об этом все говорили. Ну, я уже, конечно, не видел, потому что в 60-х, 70-х годах не было тут таких уже живых паломников. В наши дни традиции паломничества в Кочетовку возрождаются. У многих в руках жизнеописание блаженного Иоанна и его изображение, которое назвать иконами пока нельзя, поскольку официально он еще не канонизирован. Но православные уже молятся подвижнику и чувствуют его молитвенную помощь. Поэтому в Пензенской епархии сейчас собирают документы для его прославления в лике местночтимых святых. В День памяти и скорби, который ежегодно отмечается в России 22 июня, в Пензенском храме Михаила Архангела прошла панихида в память о погибших. Участие в ней приняли главы светской власти города и региона, представители общественных организаций. Затем у монумента боевой и трудовой славы пензенцев собрались сотни людей для возложения цветов. Среди них и глава Пензенской митрополии владыка Серафим. Память погибших почтили минуты молчания. В Пензе торжественно открыли дом Вероники. Он создан для постоянного проживания молодых людей с тяжелой формой инвалидности. Проект поддержали благотворители пензенской епархии, власти и общественные организации. Тут такой пансионат построила Мария. Очень хороший. И среди возрастов равна. Будем здесь, наверное, это учиться, работать и жить. В двухэтажном здании все сделано для удобства его жителей. Даже ванные комнаты с уникальным оборудованием. Например, единственным в Пензе джакузи для инвалидов-колясочников. Есть хостел, помещение для занятий и мастер-классов. И даже тренажерный зал. Переезд сюда, когда думали, что единственная перспектива выпуска из детского дома «Дом престарелых», ребята называют счастливым билетом, который подарила им в том числе идея-вдохновитель проекта. Инициатор строительства дома Вероники – общественный деятель Мария Львова-Белова. Сейчас один месяц мы будем просто учиться жить, учиться самым простым вещам. Потом мы начнем тестировать ребят, у кого какие способности, у кого какие пожелания, какие возможности. И дальше будем работать с каждым из ребят. Обязательно образование, обязательно, или это какие-то дополнительные курсы, обязательно работа. Возведению дома Вероники помогали всем миром. Землю бесплатно предоставила Пензенская епархия, чьи на освещение здания совершил исполняющий обязанности секретаря епархиального управления прутоиерей Павел Матюшечкин. Глава Пензенской митрополии Владыка Серафим в числе почетных гостей на открытии вместе с губернатором, полпредом президента и министром Роструда. Предполагается, что сюда для общения и реабилитации смогут приезжать молодые люди из других регионов России. В профессиональный праздник День медика лучших врачей и медсестер региона чествовали в киноконцертном зале Пенза. Участие в торжествах принял и митрополит Серафим. Он поблагодарил пензенских медиков за содействие в епархиальных проектах. Врачи – это действительно посланники Бога на земле, потому что они врачуют те телесные недуги и те душевные недуги, которые человеку неминуемо бывают в жизни. Нет, наверное, такого человека, который бы не побывал на приеме у врача. Сейчас в Пензенской области работают более 4 тысяч врачей и 12 тысяч медицинских работников. Целевое обучение проходит 1200 студентов, будущих медиков. В Пензе всем миром продолжается возведение первохрама города Спасского кафедрального собора. За 6,5 лет сообща собрали 600 миллионов рублей. Это две трети от нужных на строительно-монтажные работы 900 миллионов. Они уже освоены. Об этом рассказали представителям средств массовой информации на пресс-конференции, которая состоялась в Пензенском епархиальном управлении. Активно работаем над тем, чтобы завершить все фасадные работы за этот сезон по убранству колокольни и самого храма. Чтобы внешний вид храма уже обрел тот вид, который был до разрушения, а может быть и был гораздо даже краше. На сегодняшний день у нас 8,5 миллионов, которые будут потрачены также на строительные работы по колокольни. Хочется отметить, что все собранные средства расходуются строго на те цели, которые обозначены планами работы. По распоряжению главы региона создан штаб строительства, который постоянно контролирует возведение здания. Члены штаба еженедельно собираются, обсуждают итоги, сделанного за неделю, и ставятся задачи на последующие периоды. Вопросы строительства главного храма региона находятся и в центре постоянного внимания светской власти. Губернатор нацеливает подчиненных на обустройство окружающей собор территории. В частности, решение вопроса о барах, находящихся близ храма. Будем работать параллельно по этому объекту как можно быстрее. Чем не быстрее мы сделаем, приобретем его в муниципальную собственность, тем быстрее мы сделаем проект, который будет в комплексе вместе с храмом дорабатываться. И мы его можем запустить, и он будет работать на Пенинскую область, на имидж Пенинской области. Тем временем в строящемся храме уже готова система отопления. Очередь за электропроводкой. Затем начнется внутренняя отделка. Спасибо, что остаетесь с нами. И я напомню, сегодня у нас в гостях священник Алексей Сергеев, сотрудник миссионерского отдела Пенинской епархии. Отец Алексей, ну вы в нашей епархии человек новый, поэтому все-таки в беседе хотелось бы побольше узнать о вашей предыдущей деятельности. Чем вы занимались, где вы побывали, я знаю, что вы были даже на Филиппинах. Миссионерской деятельностью постоянно занимался. Был такое, можно сказать, влечение сердца, может быть, призванием можно назвать. И поэтому был в Якутии, в Северной Якутии, это Тикси. То есть это такие миссионерские станы, где живут и русские, но в основном якуты. Среди них ведется, конечно же, проповедь, ведется деятельность. Сейчас там в Тикси построили еще один храм. И, в общем-то, при мне люди крестились, якуты. В общем-то, такой вот был первый опыт, можно сказать, конечно, не зарубежной миссии, но миссии в таких местах, где солнце ночью, в общем-то, по кругу ходит, потому что это было лето, ну, потом уже началась осень, где нет деревьев, где, в общем-то, ты видишь уже вот этот Северный Ледовитый океан, экстремальные условия, и люди находятся в таком состоянии, когда они неизбежно зададут вопрос, есть ли Бог, где вот истина, как мне жить дальше. И, в принципе, люди везде делятся на тех, кто ищет истину, ищет Христа, а тех, кто не ищет, и тогда находят различные отговорки и все что угодно. И также я занимался зарубежной миссией, находился на Филиппинах. Вы долго там были? Нет, не очень долго, где-то около месяца, но смысл в том, что каждый день мы объезжали по несколько приходов. Эти приходы на достаточно большом расстоянии находятся, можно было ехать 4 часа, 6 часов. И мы объехали более 20 приходов, которые нужно было уже учить пению, обеднице или типике, это называется. То есть фактически те же песнопения, которые входят в литургию, но без херувимской, милости мира, за чем-то делалось, за тем, что эти люди собирались уже переходить в православие. Они были такие раскольники-католики, можно об этом немного сказать, и они уже собирались переходить в православие. Поэтому мы учили их петь, поскольку даже сейчас там нет постоянного священника. И вот они сами собираются и молятся. Сама церковь, как я хотел сказать, это так называемая Агалипайская церковь. Вот такая предыстория. 300 лет филиппины были под колонией Испании. Ну и, соответственно, они по названию католики. И в 1914 году один из католических священников, филиппинец по национальности Григорио Агалипай, увидел все перекосы. То, что, например, он учился в Риме, с ним учился также испанец, по своим, скажем, каким-то, можно сказать, качествам, знаниям. Испанец не превосходил этого Григория Агалипая и других филиппинских священников. Однако на Филиппинах, например, вот такие священники из Испании, они становились, например, настоятелями, были на каких-то первых ролях, что ли, нужно так сказать. А вот местные священники всячески принижались и как бы отодвигались. Вот на этой почве, и на почве того, что, собственно, сами филиппины захотели независимости от Испании, пошла такая волна, и появилась так называемая независимая филиппинская католическая церковь. Название основателя — Агалипайская церковь. Григорий Агалипай ее основал. И сейчас она включает около 5 миллионов человек. Часть этой церкви в лице епископов ее стала задумываться вообще, где истина, где корни христианства, где то вероучение, которое идет от Христа. Ведь Христос говорит, что в Евангелии от Матфея, 16 глава, 18 стих, что Он создаст церковь Его, и врата ада не одолеют ее. То есть, если мы смотрим греческий подлинник, то видим, что это экклесия, это не множество церквей создаст Христос, Он сам говорит, а одну только церковь, и врата ада не одолеют ее. И дальше в 28 главе, 20 стихе, говорится, что Христос сам говорит, что Он с нами до скончания века, со своей церковью. Соответственно, эта церковь не может никуда деться, исчезнуть и так далее. И вот она идет от основания до конца мира, с одной стороны, и в ней истина, только в ней спасаются люди. С другой стороны, апостол Павел в послании к Галатам, 5 главе, 19-20 стихе, говорит, что есть определенные грехи, которые Царство Небесное не наследует. К ним относят блуд, алкоголизм и так далее, вот такие плотские грехи. И в конце стоит ересь. Соответственно, ересь Царства Небесного не наследует. Хоть ты, скажем, не пьешь и так далее. Каждый день молишься. Можно сказать, каждый день молишься, где-то, не в православной церкви, не зная ее вероучения, не очищая свое сердце. Как говорят святые отцы, Феофан Затворник, святитель Игнатий Бринчанинов, святой праведный, Иоанн Кронштадтский, в принципе, все святые отцы говорят, что... Или вот, например, лучше всего взять статуи священно-мученика Киприана Карфагенского. Он говорит, что ты пролей хоть всю кровь как бы за Христа, но если ты не в Его Церкви находишься, то тебе спасения не будет. То есть, это святой отец третьего века, священно-мученик. Ты хоть пострадай, как будто бы за Христа, да? Это то, о чем говорит Сам Христос, что не каждый, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но творящий волю мою. А воля заключается в том, чтобы мы находились в одной церкви, в Его основной, приступали бы к таинствам, которые Он Сам создал. То есть, наибольшее, да, то, что мы можем получить, это принять самого Бога в себя. То есть, поучаствовать в таинстве Евхаристии. Соответственно, когда Евхаристии нету, причастия, то спасения также нет, о чем говорит Сам Господь Иисус Христос в Евангелии Теаннах, в 6 главе, в 53-м, и так далее, стихе, что кто не будет есть тело моего и пить кровь моей, того я не воскрешу в последний день, в жизнь вечную. Но вот заниматься миссионерской деятельностью все-таки проще среди иностранцев, иноверцев, или среди крещенных россиян, но которые совершенно неверующие? Я думаю, что здесь вот этот принцип, который мы обозначили, если человек ищет истину, и истина для него дороже, чем какие-то комфортные условия, свои какие-то привычки, если это так, то он сможет пойти за Христом, поменять свою жизнь. Да, это перемена своей жизни, метаноя, когда ты вдруг встречаешь Христа, и ты оставляешь свою прошлую греховную жизнь и строишь свою жизнь, свое существование, свое бытие относительно Бога уже вообще. То есть это не зависит ни от национальности? Я думаю, что это не зависит. Это не зависит. Тертулиан, такой учитель церкви, он говорит, что душа по природе христианка. И в этом смысле такая же душа есть у каждого. У каждого. У человека, который живет в Саудовской Аравии, который живет в Африке, в Алжире, в Нигерии, в Индии. Скорее так. И в Китае. Спасибо большое, отец Алексей. Я напомню, сегодня у нас в гостях был сотрудник миссионерского отдела Пензенской епархии священник Алексей Сергеев. Увидимся ровно через неделю на телеканале «Союз». Будьте здоровы и всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова